Ответственный и торжественный момент – открытие детского сада номер 15 «Дельфиненок» в селе Витязева. На праздники – дети, родители малышей, бабушки и соседи новоселов модульного детского садика. Разрезать красную ленту доверили воспитанникам. Здесь, у входа в новое здание, мэра Анапы Сергей Сергеев провел первый урок для малышей. Вот так это делается, видишь, на тебе на кашу. Ура! Соловьи на тебе, соловьи на тебе. Я хочу поздравить вас с этим событием и пожелать, чтобы детишки, которые придут в это здание, были здоровыми, чтобы радовали своих родителей, чтобы получили здесь достойное дошкольное воспитание и образование. Новая история нового детского дошкольного учреждения началась. Сергей Сергеев пообещал новые корпуса пристройки к детским садам и специализированные здания будут строить и в этом году. Власти Анапы будут добиваться полного сокращения очередей в детские сады. Праздник он относительный, потому что это наша обязанность строить. У меня, конечно, сегодня, для меня день радостный, как и для вас, но у меня еще остались обязательства. 200 детей еще у нас в очереди, поэтому праздник будет тогда, когда мы полностью закроем очередь. Я буду считать, как мы в Джигинке две недели назад открыли детский сад после капитального ремонта и очередь там ликвидировалась. Вот там действительно праздник и для меня, и я знаю, что мы исполнили свои обязательства. Поэтому сегодня ваш праздничный день. Я хочу вам пообещать, что мы будем продолжать эту работу. И в этом 2014 году еще значительно сократим очередь. Вы рожайте, пусть детей будет больше, а мы будем больше строить. Как истинный хозяин Сергей Сергеев прошел по всему детскому садику, посмотрел комнаты, игровые, спальные, музыкальный зал. Убедился, все нормы выполнены, и детский сад полностью соответствует требованиям. Технические помещения, котельные, санитарные и гигиенические комнаты тоже в порядке. И, как часто бывает в новом помещении, некоторые недочеты проявляются спустя несколько дней. Оказалось, навес над крыльцом можно было сделать шире. То есть его можно было просто сделать выход, крыльцо, а эти средства вложить туда. Ну это же в наши силы, если новый проект переделать. И пищеблок впоследствии переоборудуют за счет краевого бюджета. Участие в программе уже запланировано. А пока места для 40 малышей готовы. Очередь в детский садик постепенно сокращается. Затраты, наоборот, растут. Средства на строительство этого детского садика направили из городского и краевого бюджета. Работы по благоустройству провели всем миром. Специалисты администрации города и сельского округа, спонсоры и заинтересованные родители. Дополнительное средство выделил мэр Анапы Сергей Сергеев. Большое спасибо всей администрации. Потому что мы не смогли бы построить, если бы нам не помогали управление имущественных отношений, управление капстроительством, финансовое управление. Поэтому огромное спасибо всем родителям. Огромное спасибо администрации округа. Благоустройство, которое здесь произведено, на дополнительные муниципальные средства, которые Сергей Павлович выделил для детских садов. Еще один модульный детский садик в Анапе открыт. На первом утреннике в детском саду малыши поблагодарили Сергея Сергеева и подарили картины, сделанные своими руками. В ответ на подарок мэра – комфортный, светлый и просторный детский сад. 15 января 40 семей, проживающих в Витязево, наверняка назовут дополнительным праздником в новом году. Сегодня мы открываем две группы на 40 детей. Очень значимый проект, так как проект предложен Сергеем Павловичем. Мы реализовали его в сжатые сроки, в течение четырех месяцев. Это быстро возводимая конструкция. Скадинавский проект. Очень теплый, очень удобный, комфортный для детей. Это пристройка к действующему детскому саду. И хочу сказать, что по Краснодарскому краю такие проекты реализовывались в трех территориях. В Тихорецке, в Анапе и в Новороссийске. В ближайшее время в Анапе откроют еще один детский сад. Волшебная страна ждет своего звездного часа и открытия. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион.